Гейтерс и Канзас – это во многом команды разочарования сезона. И от тех, и от других мы ждали большего на старте. Но если с Флоридой ситуация понятна, все игроки команды задействованы в других дивизионах ЭБЛ, и им просто не хватает ресурсов уделять больше времени Гейтерс. Но чтобы знать внутреннюю кухню Канзаса, нужно в ней работать. Несмотря на полезный уход двух лидеров команды в Спайдерс, Клинкова и Новикова, Канзас смог сохранить общую целостность и победный настрой. А с последующим подписанием Шкирёва и Гришина можно даже сказать, что отряд не заметил потери бойцов. Да, у этой команды нет проблем с атакой и командной химией, но вот защита оставляет желать лучшего. Когда у тебя худшие защитные цифры среди всех участников плей-офф, и в первом раунде ты выходишь на Гейтерс, то у тебя серьезные проблемы. У Флорида не получилось пройти регулярный сезон ровно, это правда. Ростер команды обновлялся на протяжении всего турнира. Как итог, у Гейтерс прямо сейчас нет сыгранного состава, объединенного общим командным духом. Но как и у любой команды Адрея Тупицына ВБЛ, у Аллигаторов просто бесконечная заявка. При желании Гейтерс, если подъедет весь состав, могут выпускать чуть ли не три пятерки, причем без сильной просадки по уровням. В общем, ситуация очень схожа с Джорджи из Изи Дивизиона. Вот только Коноваловой удалось добиться от команды обратной отдачи, в Джорджи появилась некая химия. А Гейтерс пока больше напоминает команду наемников, чем коллектив людей, объединенных общей целью. Как бы то ни было, на бумаге состав у Гейтерс действительно грозный. И даже несмотря на результаты очных матчей в регулярке, которых победу одержал Канзас, именно Аллигаторы будут играть в плей-офф с позиции силы.